Привет, друзья! С вами Кирилл. Мы с вами продолжаем учить английский и разбирать типичные ошибки в речи. Только никогда не изучавший английский язык человек не ведает, сколько на самом деле силой времени уходит на усвоение предлогов. Это действительно задача не из простых, и обычно мы стараемся не забыть употребить предлог там, где это необходимо. Однако бывает и наоборот. Хочется вставить предлог там, где он вообще не нужен. Сегодня мы разберем 20 случаев, когда не нужно употреблять предлог. Случай номер один. Когда мы говорим о загранице. Уехать за границу – to go abroad. Он уехал за границу 10 лет назад. He went abroad 10 years ago. Без предлога употребляются и все сопутствующие словосочетания. To work abroad. To live abroad. To study abroad. Она всегда мечтала учиться за границей. She always dreamed of studying abroad. Второй пункт, надеюсь, хорошо известен каждому, но повторить никогда не помешает. Идти домой – to go home. Предлог to здесь не употребляется. В тот день я рано пошел домой. I went home early that day. Мы говорим to arrive home. To return home. Когда ты приезжаешь домой? When do you arrive home? Уезжать из дома будет to leave home. Он уехал из родительского дома, когда ему было 16 лет. He left his parents' home when he was 16. Запоминаем. Любое движение в сторону дома используется без предлога. To go home. To run home. To fly home. И так далее. Следующий случай. Ответить на вопрос. To answer a question. Ответить на письмо. To answer a letter. Предлоги не нужны. Она отказалась отвечать на мой вопрос. She refused to answer my question. Можешь ответить на звонок? Can you answer the phone? Жениться на ком-то или выйти замуж за кого-то. To marry someone. Она всегда хотела выйти замуж за богатого мужчину. She always wanted to marry a rich man. Ты выйдешь за меня? Will you marry me? Мы употребляем глагол marry плюс называем счастливчика, за которого выходят. При этом обратите внимание на такой момент. Если мы употребляем выражение to be married, а не to marry, и мы хотим назвать счастливчика, то полное выражение звучит так. To be married to someone. Быть женатым на ком-то или быть замужем за кем-то. Здесь уже появляется предлог to. Он женат на сестре своего друга. He is married to his friend's sister. Разводиться с кем-то. To divorce someone. Ситуация такая же, как и с глаголом to marry. Не забываем, предлог не нужен. Его жена хочет с ним развестись. His wife wants to divorce him. Шестой пункт также очевидный, но тем не менее многие допускают тут ошибку. Позвонить кому-то. To call someone. Он звонит в полицию. He is calling the police. Я позвоню тебе завтра. I'll call you tomorrow. Писать кому-то электронное сообщение. To text someone. Мои друзья пишут мне каждый день. My friends text me every day. Случай номер восемь. Подходить к кому-то. To approach someone. Ко мне на улице подошел человек и попросил денег. A man approached me in the street and asked for money. Само слово approach уже содержит в себе значение подходить к кому-то. Подойди к нему слева. Approach him from the left. Присоединиться к кому-то. To join someone. Такая же история, как с глаголом approach. Предлог уже внутри самого слова. Я хочу покататься на велосипеде. Хочешь ко мне присоединиться? I want to go for a bike ride. Do you want to join me? Следующий случай. Объявить о чем-то. To announce something. Если вдруг вам захочется вставить какой-нибудь предлог вроде about, не делайте этого. Они уже объявили о своей помолвке? Have they announced their engagement yet? Охотятся на кого-то. To hunt someone. Львы охотятся на зебр. Lions hunt zebra. Большие животные часто охотятся на маленьких. Large animals often hunt small ones. Вот так просто. To hunt someone. Следующий пример. Сомневаться в чем-то. To doubt something. Обратите внимание на то, как произносится это слово. У меня много причин сомневаться в его искренности. I have a lot of reasons to doubt his sincerity. Я в этом сомневаюсь. I doubt it. Играть во что-то или на чем-то. To play something. Мы играем в футбол каждую пятницу. We play football every Friday. Давай сыграем в шахматы. Let's play a game of chess. Не забываем, что с музыкальными инструментами мы, как правило, употребляем артикль the. Он играет на гитаре. He plays the guitar. Наблюдать. Следить за кем-то. To watch someone. Мой кот любит наблюдать за птицами. My cat loves to watch birds. Я буду за тобой следить. I'll be watching you. Случай под номером 15. Обращаться с кем-то, относиться к кому-то определенным образом. To treat someone. Ее муж всегда хорошо с ней обращался. Her husband always treated her well. Не обращайся со мной, как с ребенком. Don't treat me like a child. Нападать на кого-то, атаковать. To attack someone. Вы верите в то, что дельфины могут нападать на людей? Do you believe that dolphins can attack people? Его собака напала на вора. His dog attacked the burglar. Входить куда-то. To enter something. Полицейский не позволил ему войти в здание. The policeman didn't let him enter the building. То же самое с глаголом-антонимом. Выходить откуда-то. Покидать какое-то место. To exit something. Полиция покинула здание. The police exited the building. Следующий глагол тоже очень интересен. Обращаться с чем-то. Справляться с чем-то. To handle something. Он знает, как справиться с этим кризисом. He knows how to handle this crisis. Я могу с этим справиться. I can handle this. Подбираемся к концу сегодняшнего списка. Влиять на кого-то. To influence someone. Книги о Гарри Поттере оказали влияние на миллионы детей по всему миру. Harry Potter books influenced millions of children around the world. Родители оказывают огромное влияние на своих детей. Parents influence their children greatly. Красить в какой-то цвет, например, в красный. To paint red. Может возникнуть соблазн поставить предлог in, но нужно удержаться и запомнить, что это выражение употребляется без предлога. Они покрасили свой дом в серый цвет. They painted the house gray. Стены в квартире были выкрашены зеленой краской. The walls in the apartment were painted green. Надеюсь, что этот урок вам понравился. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какие ошибки с предлогами раньше совершали вы. На моем канале недавно выходило видео о том, где предлоги обязательно нужны. Если вы хотите больше узнать об этом, посмотрите урок по ссылке в описании. В моем инстаграме и в группе ВКонтакте тоже много всего интересного и полезного. Ссылки вы найдете внизу под этим видео. Спасибо вам за внимание и за то, что досмотрели это видео до конца. С вами был Кирилл. Совсем скоро увидимся.